Всем привет, друзья! С вами Хантас и в этом ролике я хотел бы вам рассказать про чёрный рынок и также как производить обмен. То есть нам ещё не добавили бартер как таковой и приходится иногда либо в город онлайн, где могут нас увольнуть другие игроки, то есть пока ты добежишь до человека, с которым хочешь меняться, либо в Эдолиде, где постоянно хвостом бегают бомжи и пытаются также скоммунизить что-нибудь. То есть я вам покажу способ и, ребят, мне вот ребята с клана также задались вопросом, а что там, можно ему продавать, разве не только покупать? Да, конечно! Я вам сейчас покажу. То есть вот у меня жетончики, можно продавать вот это всё. Так, можно, кстати, всё сразу забрать и, помимо этого, ребят, да, можно продавать воду. Секунду, сейчас всё заберу. Так, вот это сюда, чуть-чуть оставлю на какие-либо расходы, возможно, потребуются. Ребят, я надеюсь, вы видели мои предыдущие видосы и я показывал, как фармить опыт. И помимо этого, то есть пока баланса нету, я уверен, что Денис добавит, но пока по факту фикса нету этого, я уверен, что в будущем будет так. Ты воду сможешь набирать, если у тебя будут пустые бутылки, но пока вода делайте из ничего. И каждые 10 минут вы получаете, вот у меня сейчас 30 колоссов, я с этих 30 колоссов получаю каждые 10 минут 900 опыта и 30 бутылок воды. И эту воду можно продавать. В принципе, логично, вода это провизия и то, что её покупает вот этот вот продавец на чёрном рынке, почему не просто рынок, но потому что рынок это отстойно звучит, конечно же, он будет чёрным. Так, почему он покупает? Ну, это провизия. И думаю, в будущем будет намного сложнее, охренеть, сколько у вас здесь. Смотрите, то есть ребята задались вопросом, как продавать. То есть у нас здесь окно только покупки. Но, ребят, если вы наведёте на любой предмет у себя в инвентаре, появляется окно продажи. Ну, конечно, оно не совсем корректно, потому что если на любой предмет вы наведёте... Чистейший спирт. Да, ну, я думаю, это пофиксит, так что, думаю, строго судить не будем. Также мы все вот эти дневники можем читать, ну, не знаю, может быть, мы с вами будем собирать, может быть, какую-то даже предысторию соберём, но пока я не вижу смысла держать у себя всё это. И, смотрите, вот у нас целых пять видов вот этих всех писем, дневников и прочее. Ну, я всё это сейчас продам. Вот запомните, 100... Так, ну, практически 200 у меня деталей. То есть за дневник вы получаете по 50. Ещё раз напомню, наводите на предмет в инвентаре и можете продавать. Так, ну, письма, дневники, всё, то есть очень дорого идёт. То есть, смотрите, уже 300 деталей. Уже. Вот это тоже, в принципе, оно не нужно мне. Я думаю, выбью, либо если где-то потребуется. И, кстати, по поводу чёрного рынка я первым же вопросом задался. А что, если можно будет юзать вещи, а потом их продавать? То есть, практически убиты? Нет, ребят. Я проводил, соответственно, эксперимент, брал фул вещь и брал практически убитую. И стоимость её по соответствию менялась. То есть, вот у меня, смотрите, наполовину убитая, то есть он её может купить за два. И убитая, в принципе, он её даже не купит у вас. Газеты тоже неплохо ценятся, тоже они в стак уходят. И я думаю, вот эти фонарики и прочее Денису тоже обязательно нужно сделать стаки. Ну, потому что... Так, кстати, книгу же тоже можно читать сейчас, прочесть. Решил завести, это не книга вообще по факту, а блокнот. И, ребят, смотрите. То есть, вот каждые 10 минут, если вот у вас, как у меня, 30 колодцев, вы можете получать по 30 халявных жетонов. То есть, у нас жетоны падают по 6, по 12 только с этих сундуков. А вы можете по халяве их так фармить. То есть, у меня полный инвентарь воды и прочей фигни было. Да, давайте допродаём. И практически целые 1К серебряных значков. Жетонов ли значков? Ну, я думаю, лучше жетонов назвать, потому что серебряный значок, ну, такое себе название. И мой вам совет, вот не покупайте такие вещи. Ну, это рукоять из карбона. То есть, она делается из двух карбона сейчас. И покупать её за 534, ну, это себе в обыдок. И такие же вещи тоже не покупайте. Они крафтятся на эти. Копите на подобные вещи. То есть, вот я купил недавно пистолет, который я не могу пока скрафтить. Ну, также я его потом на изучение оставлю, если его потребуется изучать. И вот именно покупайте такие вещи. То есть, штаны наёмника, может быть, ещё охотника. Но также вещи из сета выживальщика не покупайте. Потому что они сейчас очень легко крафтятся, ребят. Копите жетоны. То есть, по 1К. И второй момент. Как вам и обещал. Как производить обмен внутри клана. То есть, первоначально внутри клана. То есть, нам не нужно будет ходить вот в Эдайлы. До самой видео, сколько там игроков. Также входить в другие ПВП-зоны, где вам могут помешать. Ребят, вы, может быть, даже представить себе не могли. Если у вас построена вышка и вы стоите в клане. Вы в клане. Вы можете, соответственно, если в одном клане. Также волкам-одиношкам я посоветую создать свой клан. Если с кем-то поменяться хотите, то просто перейти к нему в клан. Пока вроде бы отката нет при перезаходе в клан. Просто заходите к нему в клан. Либо между соклановцем. Вы можете просто выцепить моба. Вот на этой локации. Не доходя до босса. Убить его. И если в нем есть лут, соответственно, использовать его как контейнер для обмена. Я проверял. Сейчас я также вам продемонстрирую. То есть я с соклановцем проверял эту фишку. Это работает. Это действительно работает. Так у нас здесь, по-моему, толстячок должен бегать. Толстячок. Или они не респаунятся. Ну вот, жирбас, жиробас. То есть я вам посоветую не вот прям там убивать. Я не знаю, по какой дистанции ходит босс. Но где-то к выходу провести. Убить его. И если в нем лут, то с помощью него вы на изи, без всяких помех. Вот, пожалуйста, вы сюда можете выложить вещи. И ваш соклановец подойдет и заберет их уже. То есть это лайфхак вам от Хантаса. Надеюсь, данное видео вам было полезным. Не забывайте поддерживать Лукасом, подписываться. И, конечно же, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие мои выпуски. Всем, ребят, добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok